РСП. Что это за такие создания? И почему именно тебе, да-да, тебе, стоит от них бежать? Если вы до этого момента не знали, кто такие РСП, я вам сейчас расскажу. Это разведенки с прицепом. Девушки, которые находятся за бортом, бракованные девушки, девушки с наличием икры от предыдущего брака. В принципе, любая из этих формулировок будет подходящей. И таких девушек сейчас пруд-пруди, поэтому вы, мужчины, будьте осторожны. Именно сейчас за вами ведется охота. РСП ведет себя вначале как серая, несчастная и богом обиженная мушка, смотря на которую, ну прям такие хочется пожалеть. Ай-яй-яй, как же так сложилось, что от тебя муж ушел? Ты точно ведь ни в чем не виновата? Это все он, негодник, сделал. Бросил тебя, да еще с ребенком на руках. Да, мужчины, вы, конечно, можете в это поверить. И в эту же секунду вы станете полными оленями. Потому что это все одна сплошная лапшичка для ваших ушей. Правду же, РСП вам не скажет никогда. Запомните, никогда. Иначе она потеряет свой улов. Этот сорт девушек крайне опасен. Ибо для достижения своей цели, а это деньги, и сбрасывания своей икры на ваши плечи. Они готовы на многое. Если тебе не нравился этот мужчина, потому что он был абьюзером, он тебя не уважал, не любил, мало зарабатывал, почему ты рожала ему ребенка. Или тебя посетил склероз, и ты забыла, что такое презервативы. Или аборт нынче более дорогое удовольствие, чем рожать. А может все до этого было прекрасно, и муж свой был прекрасен. Просто ты придумала эти сказки для очередных лошков. А, вспомнила, есть еще несколько. Он мне изменял и стал другим в браке со мной. Ключевой момент в браке с тобой, дорогая. И изменял тебе он по той же самой причине. Так что, мужчины, лично я не вижу ни одного повода, чтобы встречаться с такой девушкой. Если ее бросили, а тем более с ребенком, значит она довела до этого своего мужчину. Он, бедный, бежал дальше, чем видел. И тут она нашла себе нового ложка, чтобы вновь найти применение для своей вагины. К тому же, которая далека уже от первородного состояния. Они никогда не будут заботиться о тебе, а тем более любить. Для них они и их ребенок будут всегда, запомни, всегда стоять на первом месте. Здесь нет никаких исключений. Тобой будут просто пользоваться. И развесив уши, ты будешь отдавать ей все. Ведь она так несчастна. Воспитывать ее ребенка, потому что она же такая бедненькая, мать-одиночка, которой так тяжело. И когда ты одумаешься, будет уже слишком поздно. Она как глист залезет так далеко и так глубоко, что когда ты захочешь избавиться от нее, это будет либо нереально, либо крайне проблематично. Зачем брать на себя чужую ответственность? То, что она осталась одна, это причинно-следственная связь, а не мужчина-негодяй, либо же жизнь ко мне неблагосклонна. Вы ничего ей не обязаны. Мужчины, как только вы узнаете о том, что у этой женщины есть ребенок, бегите как можно дальше и не оглядывайтесь. Или вы думаете, что она такая особенная, и такую, как она, я больше не найду. Ну-ну. В мире почти 4 миллиарда девушек. И да, именно эта бракованная особь достойна занять статус особенной девушки. Не знаю, но максимум, что ты можешь сделать, это трахнуть ее и ни в коем случае дальше не заходить. Иначе тебя сожрут. И то, трахнуть в том случае, если тебя привлекает не свежее, молодое и красивое тело, а немного подгулявшее. Берегитесь РСП. Они могут быть крайне опасны. Всем пока.